Всем привет! Приехала вот такая коробочка. Здесь, наверное, скорее всего, бюджетник. В общем, по ценам переходите по ссылке в описании. В коробочке находится смартфончик. Смартфончик от компании Кубат. Новиночка называется. Note 40 в пленке. Но, правда, смотрите, как на почте пострадало. По идее, смартфон сам не должен был испортиться, как-то пострадать, потому, как я знаю, уже не первый раз упаковываю такие коробочки от компании Кубат. Так вот, обычно устройство находится вот с правой стороны в этой области. Здесь находится обычно зарядное устройство. Здесь провод, наушники. Ну и, кстати говоря, у них обычно, да, богатая комплектация. Даже кладут защитное стекло в комплекте и приклеивать к заводу пленку. Сзади у нас частично указаны все характеристики. В общем, давайте знакомиться. Здесь даже не понадобится нож. Давайте знакомиться в первой половине видео, как всегда. Распаковка, внешний вид, комплектация. Во второй половине видео уже я вам покажу, как он фотографирует. Продемонстрирую, как он записывает видео. Покажу, сколько набирает в тесте Antutu. Antutu. Ну и все в таком духе. Итак, сзади у нас указаны характеристики. Full HD. А нет, HD+. Дисплей 6.56 дюймов. 6.56 сотых. Но 90 Гц, насколько я помню, указано на сайте. Далее. 50 Мегапикселей основной модуль камеры. 8 Мегапикселей фронтальная камера. Процессор Т606. Это бюджетный процессор. Вроде как не игровой, но все зависит не вроде, а не игровой. Но надо будет проверять. Конечно же покажу, как он тянет игры. В том числе и расскажу. Type-C для заряда передачи данных. Аккумулятор здесь 5200 мАч. А также 6 ГБ оперативной памяти. 6 можно накинуть в настройках оперативки. Итого будет 12, если вам это вдруг надо будет. И 256 встроенной памяти. Плюс ко всему можно установить сюда карту памяти. Ух ты, какой прикольный цвет у меня. Можно установить до 1 ТБ карту памяти сюда. Расширить те самые 256 встроенные. Если это небольшая стоимость смартфона, опять-таки по ссылке в описании вы также найдете. Ну и также по ссылке в описании вы найдете телеграм-канал скидки на Алиэкспресс. Обязательно подпишитесь. И на мой Яндекс.Дзен подпишитесь. Там больше видео выходит. Так вот, о чем это я? Да забыл, о чем это я, честно говоря. Вылетел из головы. Ну в общем, если по приемлемым ценам, то в принципе можно рассмотреть как бюджетник. Наверное. Но все-таки надо будет проверять, чем я сейчас и займусь. Итак, в комплекте у нас инструкция. Как можете заметить, смотрите-ка. Сразу защитный чехол идет в комплекте, который, а ну-ка. Камера прикрывается. Сарапаться не будут. У нас два модуля, кстати говоря. Второй модуль вспомогательный. И даже есть фотоспышечка. Такой вот, ну, не брутальный цвет, так я скажу. Но очень, наверное, симпатичный и красивый. Сейчас снимем чехол, посмотрим. Ровные отверстия. Есть защита дисплея. То есть бортик есть. Вот так это все выглядит. Ну, хороший силиконовый чехол. Ничего плохого сказать не могу. Также в комплекте идет вот такая вот скрепка. Скрепка-иголка для извлечения лотка под сим-карты. Сейчас посмотрим, что там внутри. Как обычно, много макулатуры. И вот, наконец-то, пожалуйста, перед вами еще и настоящее защитное стекло. Вот они прям красавцы, что кладут это. Вам не надо будет бежать в срочном порядке на Алиэкспресс, заказывать, ждать. Все это есть в комплекте. Самое первое необходимое. Ух ты, смотрите-ка. А блок-то у меня... Блин, а блок-то почему-то мне пришел не с евровилкой, а вот с китайской придется переходник искать. Вот это да, для меня неожиданно. Вообще-то должен был прийти с евровилкой. Но вот как-то, может быть, ошиблись. Всего 10 ватт зарядка, медленная. То есть заряжаться будет, ну, где-то 2-2,5 часа аккумулятора, потому что он здесь не маленький, большой. Наушники они теперь не кладут, я смотрю, как раньше. К сожалению. Ну и вот такой вот Type-C на Type-A провод. Белого цвета, как можете видеть. В общем, ничего такого особенного. Кроме защитного стекла и пленки, приклеенные из завода. Здесь у нас перечисления характеристик. Те, что я уже вам, собственно, поведал, рассказал, перечислил. Android 12, по идее, должен быть. Пленочка на экране. Сейчас снимем. Давайте рассмотрим все-таки, как он... А ну-ка, вживую. Так, погодите. И здесь пленка. Нифига себе. Ладненько. Снимаем эту пленочку. Ух ты, слушайте. Ну, что я могу сказать. Красивый цвет. Так. Вот это холодит руку. Такое ощущение, что стекло. Ну, красивый, красивый. Цвет красивый, няшный. Очень напоминает продукцию, яблочную продукцию. Ну, в том числе, здесь у нас что? Кнопка включения и выключения с этой стороны. Здесь плюс-минус громкость. Здесь лоточек. Красивый аппарат, симпатичный. Прямые грани. Они, конечно же, пластиковые. А ну-ка. Так. Ну, здесь комбинирован лоточек. Одновременно можно поставить две сим-карты. Или же одной жертвуете. И устанавливаете карту памяти. И сим-карту. Кнопка включения и выключения, не пойму. Блин, высоковато как-то расположено. И если в ней сканер чистка пальца, конечно, придется тянуться. Это не совсем удобно. Вот как бы первый недостаток, который я сейчас заметил. Две перфорации снизу. То есть у нас основной динамик, скорее всего, с правой стороны. С левой стороны микрофон разговорный. И посередине Type-C провод подключать. Вот так это выглядит. В общем, сборка хорошая. Крепкая. Смотрите, как хорошо сложен вообще. Крепыш такой. Ну, неплохо. 2,5D-скругление есть по краям. Дисплея. Ну, и давайте снимем пленочку. Включаем смартфон. Да, пленка приклеена с завода. Прекрасно. Посмотрим на рамки. Они, скорее всего, здесь бюджетные. Поэтому не надейтесь, что здесь будут рамочки тоненькие. Но кнопочка меня смутила. Уж больно высоко он расположен. Надо было бы ниже, конечно. Но это неудобно. Так. Датчик освещенности работает, насколько я вижу. Потому что яркость небольшая. И сразу видна рамка. Снизу подбородок он внушительный. Миллиметров 5-6. Сверху каплевидный вырез. Фронтальная камера. Вот она перед вами. И перфорация разговорного динамика. В целом оформлен красиво. По краям небольшие. Вот ступай сверху. Тоже небольшой. Но вот этот подбородок сразу выдает то, что здесь само собой бюджетное решение. Много языков. Понятное дело, свое вы обнаружите. Ух ты, слушайте. Неплохо палец скользит. Здесь какое-то есть рефобное покрытие. Ну, на четверочку из пяти точно тянет. И снова всем здравствуйте. Вот перед вами рабочий стол. Он довольно-таки цветастый. Ничего так по цветопередаче. Но учтите, что это яркость на все. Короче, если выйти на улицу, яркое солнце. Вам придется вглядываться. А так вообще по детализации, по цветопередаче достаточно неплохо. Особенно учитывая, что это бюджетный смартфон. А то, что он бюджетный, говорит его стоимость. Стоимость его буквально завтра я и выложу это видео. В общем, сейчас мне показывают, через 20 часов стоимость его будет 10.121 рубль. Десятка. Короче, десятка. Но, я так думаю, что еще минус купоны, минус промокоды, минус кэшбэк сервис ваш, минус кэшбэк на карту. Ну, как минимум будет стоить 9.900. А может даже и меньше. Может и 9.500, может и 8.900. Это уже, я уже не знаю, это будет завтра. Но, короче, за 9.900 он полностью соответствует своей стоимости. Можно, в принципе, присмотреться. Что же он вам за эти деньги дает? Тест Антуту. Здесь 252 тысячи набирает баллов. Это немного, это мало. И игры он на самом деле тянет. Я вам покажу сейчас, как он тянет игры. На низких настройках требовательные игры. 10 касаний поддержит мультитач. Все отлично. Кстати говоря, я вот покажу вам примеры фото-видео. Там я кое-что рассказываю вам. Но на самом деле, вот именно тест Антуту показывает, что стабилизация изображения ни передняя, ни задняя камера не поддержит. Вот такой вот у нас результат. Что касаемо звука. Он здесь самый обыкновенный, ничем не выдающийся. И он здесь моно. Индикатора событий здесь нет. Ну, пошли, наверное, все-таки сразу в Call of Duty. Я вам покажу, как он тянет игру. Звук на все. Откровенно говоря, его слегка не хватает. Ну и смотрите. В удивление, можно играть. Достаточно комфортно. Сейчас низкие настройки. Так, он и вылаз. Его кто-то шлепнул за меня. Слегка подлагивает. Слегка подергивает. Фрезит слегка. В том числе. Но играть можно. Ну вот, пожалуйста. Я думаю, фрезы все-таки видны. Ну, играть можно. Даже за эти деньги можно поиграть. Такие игры. Казуальные игры. Детские игры. Естественно, попрут. Вообще без проблем. А еще мне неудобно играть, потому что я смотрю в дисплей смартфона, на который записываю этот видеоролик. Этот видеоролик. Мне так неохота лезть. Искать на жопу приключений. Так, ловите. Так кто там такой был? Умника. Так. А ты куда собрался? Ты смотри, а. Я сколько пульт потратил на него, а. Ну, иди сюда, гаденыш. Вот так тут. Даже со слабым железом можно играть. Да что в тебе? Ну, ты посмотри, почему столько... Столько боеприпасов ушло на одного. Я бы шлепнул на того и другого уже успел бы, а. Ну, ладно. Отомстим. И у тебя будет страшно. Давайте покормлюсь. Вот это у нас будет жертва. Иди сюда. Вот и елки-палки. Да он сдох раньше времени. Откровенно, мне не хватает немного звука. Хотя я его перекрикиваю по привычке. Зато он не перегораживается, потому как перфорация, динамика расположена там, где и должна быть. Повеселимся. Что, никого? Так. Куда он делается, гаденыш? Иди сюда. Ух ты какой! Смотрите, я еще живой. Еще нормально. Так. Пошли. Погибнем-ка к герою. Выжидай, гаденыш, а. Ну вот и все. Как говорится. Н-да. Лови. А, не вовремя. Выходи, гаденыш. Ну вот как-то так. Короче, играть можно. Но все же не игровую. Абсолютно не игровую. Теперь погнали, знаете куда? Погнали в камеру. Итак, по камере. Хотя, ну тут особо показывать нечего. Перейдем-ка мы вот сюда. В галерею. Итак. Ну, сама по себе камера, по фото, возможностям, довольно-таки неплохо. Детализация неплохая. Но учитывайте, что это при хорошем освещении. Вот, к примеру, еще. К примеру. Давайте вот посмотрим. Вот фотку я сделал. В высоком разрешении. Итак. Сзади вон автомобили. Вон и недалеке. Посмотрим, что за тачки стоят. Увеличиваем, увеличиваем. Вот, можно посмотреть, что какой-нибудь Hyundai стоит. Номера уже, правда, не прочитаешь. А за Hyundai стоит какая-то Lada Vesta или что-то типа того. Скорее, не Vesta, а как-то называется по-другому. Я уже не помню, как эта машина называется. Полу-реношная, полу-гвазовская. Ну, то ладно. Итак. Смотрите примеры фото-видео. Как по мне, камера здесь без стабилизации изображения, конечно, не ICE. Но фоткает он неплохо. Смотрите, делайте выводы. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, вот сороковой. Смотри, картинка прыгает. Хотя в настройках есть пункт стабилизации изображения. Так, ну, умеет записывать потолок. Это Full HD, я так понимаю, 30 кадров. Что касаемо фронталки, там уже HD 30 кадров в потолок. Что еще хотелось бы сказать. Фронталочка, да, она слабенькая. Откровенно слабенькая. Так, ну, это в движении. А что касаемо макро, если остановиться, как с картинкой будет. Сзади же расположена еще одна камера. И она, знаете, не фейк. Она настоящая, рабочая. Правда, макро-модуль. Ну, вот нужен ли он вам? Я бы предпочел, конечно, широкоугольную камеру. Вот так он пишет. Звук. Так он пишет и картинку. А ну-ка, зайдем. Где потемнее. Сколько сейчас вода стоит? 5 литров 20 рублей. 10 литров 40 рублей. 19 литров 76 рублей. Ну, явно есть стабилизация изображения. Проблема есть со стабилизацией изображения, хотел сказать. В целом, если бы картинка не дергалась, может быть, было бы неплохо. Ну, конечно, если в темное время суток камера сольет. Погодка класс. Тепло. 20 градусов. И отпишите в комментариях, как вам, понравилось, не понравилось. Итак, давайте-ка, знаете, как что. Здесь больше рассказывать особо нечего. Я подведу итоги. Какие плюсы, какие минусы. Ну, плюс, наверное, все-таки это стоимость его на данный момент. Хотя давайте с неприятного. NFC здесь нет. Далее. Нет здесь сканера отпечатка пальцев. Ни сзади, ни в кнопке. Кнопка высоко расположена. Следом, нет 3,5-мини-джека. Казалось бы, обычно в таких дешевых смартфонах обычно пытаются поставить 3,5-мини-джек. Здесь его нет. Что еще? Ну, вот это основные такие вот критерии, которые могут помешать вам отдать свои деньги за этот аппарат. Особенно меня удивило, что здесь нет наличия сканерчатого пальца. Он должен чем-то выделяться. Понятное дело, что Samsung, удельный какой-нибудь там за 10 тысяч рублей, тоже не предложит вам сканерчатого пальца. Не то же Samsung, а здесь надо как-то выделяться. И почему-то не выделились. В остальном же, ну что вы за эти деньги получаете? Неплохой по цветопередаче дисплей. Большой, 90 Гц, PS-матрица. Что еще? Неплохо он фотографирует. Что еще? Большой аккумулятор, много памяти. И, наверное, кому-то зайдет вот именно то, что он похож на яблочную продукцию. Что прям конкретно так похож. Неплохо, кстати говоря, сделан. Сзади стекло. Подписывайтесь на канал. Еще много будет интересных распаковок, много будет интересных видео, новых гаджетов. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok